Ржавая осень и собака из камня в Театре «Нас с Паской» готовят первую премьеру этого года. В этот раз там решили обратить внимание зрителя на серьезные проблемы в современном обществе. Для этого взяли историю, которая была написана почти полтора века назад, но актуальна до сих пор. Здесь расскажут про жестокость и милосердие, поэтому, чтобы передать эмоции главных героев зрителю, основными материалами в оформлении стали холодный металл и груда камней, которые с каждой сценой все больше напоминают дружелюбную собаку. На сцене уже установили декорации. Металлические листы и решетки создают атмосферу всей постановки. Рыжавый металл для режиссера Егора Чернышева ассоциируется с осенью. В это время года и происходит вся история. «Мальчики» – одна из сюжетных линий последнего романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Но несмотря на то, что произведение – лишь часть другого, уже давно решено, что мальчики могут быть вполне самостоятельной историей. Поэтому ставить ее непросто. Здесь нет невероятных сюжетных поворотов, но есть персонажи. И у каждого свой яркий характер и история. Здесь много центров, поэтому сложно и ставить. Потому что здесь есть и сам Мочалка, центр какой-то эмоциональный в этом во всем. А сам Илюша, который умирает. И плюс возникает Антагонист, как бы возникает Красоткин, возникает. То есть у Карамазова он тоже важен. Поэтому еще много центров. Эти все центры срегулировать так, чтобы они друг другу не мешали, чтобы это все развивалось. В этом тоже большая сложность. Готовиться к истории исключительно с положительными эмоциями зрителям не стоит. В спектакле поднимаются тяжелые, при этом крайне важные темы. Одна из них – это детская жестокость. Каждой премьере в театре «На Спаской» готовится основательно. Придумывают дополнительные мероприятия для зрителей, выставки и чтения. Мальчики исключением не стали. Из-за серьезного сюжета развлекательную программу решили не сделать. Запустили проект и назвали его «Не боюсь говорить». Каждый может зайти на сайт акции и рассказать там историю про детскую жестокость. Ссылку на него вы видите на экране. У нас концепция какая? Мы собираем эти истории в виде текстов, да? И наши артисты эти тексты будут озвучивать. Они озвучат их в аудиоформате и в социальной сети ВКонтакте мы запустим серию подкастов. В театре решили, что рассказывать о главной идее и анализировать поступки героев не будут. Это задача учителей. Здесь постарались сделать так, чтобы каждый нашел в истории важные для себя мысли. Подумал, почему из камней, знака жестокости, появляется собака – символ мира. И порассуждали о том, по какой причине темы произведения так откликаются в каждом из нас сегодня. Сейчас еще идут репетиции. До премьеры осталось лишь 10 дней. Увидеть спектакль «Мальчики» кировчане смогут 26 февраля. Юлия Ситникова, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».